Всем огромный привет! Я бесконечно рада видеть вас на своем канале. Для тех, кто новенький и первый раз зашел ко мне на канал, мой никнейм Ванила Морей пишется с тремя буквами L и без пробела. В случае, если вы будете меня искать где-либо, захотите подписаться. Сегодня мое видео будет болтологическим. Хочу поговорить, рассказать о том, почему я пропадала все лето, почему я пропадала в сентябре. Обещаю, что больше так делать не буду. Также расскажу вам о последних позитивных своих событиях в жизни. Хочу с вами поделиться. Также расскажу вам о своем дне рождения немного. Покажу подарки косметические. В общем, будет интересно. Поэтому наливайте чашечку чая, берите все вкусненькое с собой и начинайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, ко мне поступало много вопросов, почему я отсутствовала летом. Дело в том, что в моей практике, в практике моего канала уже второй раз такая ситуация, когда я заканчиваю университет, у меня в жизни происходит какой-то вот такой временной лаг, я проваливаюсь куда-то, и мне не хочется ничем заниматься, мне нужно просто время, чтобы понять, куда мне двигаться дальше. Я думаю, что очень многие выпускники вузов поймут меня, что несмотря на все особенности того или иного человека, то есть у всех там работа есть, какая-то еще что-то, но заканчивается вот период в жизни для меня. Действительно, это были большие периоды в жизни, что мой первый университет, что магистратура. У меня была потрясающая группа в магистратуре, и поэтому для меня этот период был очень важен эти два года, и для меня окончание университета было каким-то таким вот важным событием, после которого мне нужно было действительно остановиться, как-то взять паузу в жизни и переосмыслить все вокруг, все сферы жизни, чтобы понять, что для меня важно, что не важно, несмотря на то, что у меня на этот момент была прекрасная работа, несмотря на то, что у меня был потрясающий круг друзей, у меня мой замечательный канал, несмотря на это все, у меня действительно случился такой рычаж этим летом в очередной раз, и он закончился тем, что я вернулась к вам на свой канал, я каждый раз, когда я пытаюсь уйти с ютуба, каждый раз я понимаю, что мне не хватает, мне не хватает моей аудитории, мне не хватает разговоров о косметике, мне не хватает своего канала, черт возьми, который я очень сильно люблю, в который я вкладываю по возможности силы, у меня, к сожалению, нет времени 24 на 7, чтобы снимать для вас видео, чтобы говорить о косметике, к сожалению, я работаю много, я учусь, я продолжаю учиться, и в связи с этим у меня не так много времени, чтобы уделять его своему хобби, но я стараюсь как могу. Какие же еще важные события произошли в моей жизни, что меня отрывало от моего канала? Кстати говоря, что немаловажно, похвастаюсь вам немного, но я думаю, что кто подписан на меня в инстаграме, все знают, что магистратуру я закончила крайне успешно, закончила я с красным дипломом, аплодисменты, так или иначе, в сентябре я пропадала не просто так, в сентябре я снова поступала в университет, и в этот раз я поступала в аспирантуру, в который я успешно поступила, и также я буду дальше заниматься управлением качеством, я также говорила вам на своем канале, что в магистратуре я училась на управление качеством, конкурентоспособностью, дальше я буду продолжать именно по айт-эстезе двигаться, буду поднимать нашу науку на новый уровень, я не знаю, как, правда, звание кандидата экономических наук вяжется с образом бьюти-блогера, потому что у нас бытует мнение, что бьюти-блогеры, они, в общем-то, их интеллект заканчивается на уровне рассказа о пустых баночках, но так или иначе, учусь я в аспирантуре, теперь я являюсь бьюти-блогером, а еще я главный бухгалтер, так вот, чтобы прям совсем когнитивный диссонанс вас замучил, не ругайтесь очень сильно, я действительно по уважительным причинам отсутствовала, также в сентябре я немного приболела, и кроме того, в сентябре мой канал, наконец-таки заметили и отметили на очень высоком уровне, теперь у моего канала, у меня есть диплом за особый вклад в развитие индустрии красоты от фестиваля «Невские в река», который проходил в сентябре 2016 года в Санкт-Петербурге, и также у меня есть вот такой вот замечательный кубок, как бьюти-блогеру 2016 года, мой блог был победителем, среди победителей конкурса, который проводил заочно фестиваль «Невские берега», мой канал отметили как перспективный, успешно развивающийся, нам показали стенды «Latin Oil», и также их новинку, это масло для волос с чи, с маслом чи, оно не содержит алкоголя, данный продукт призван защищать наши волосы от внешнего негативного воздействия, от пересушивания, от каких-то разрушительных факторов, поэтому буду тестировать, буду использовать, буду рассказывать вам в ближайших видео об этом, а помимо этого нас познакомили с косметикой «Коралл», эти два бренда, на самом деле, были мне неизвестны. От бренда «Коралл» нам подарили шампунь для объема волос, мне это бесконечно важно, на самом деле, потому что я в поисках, в вечных поисках продуктов для объема волос. Здесь 250 мл, будем также тестировать этот шампунь. Также непосредственно уже от организаторов «Невские берега» подарили сертификат в салоны «Орликина». «Орликина» — это салон в Санкт-Петербурге, сеть салонов, которые также являются победителями, конкурса «Невские берега» среди салонов красоты. Поэтому с удовольствием использую этот подарочный сертификат на услуги для волос. Это бесконечно приятно, когда твои труды, они оцениваются столь высоко, когда ты что-то делаешь, ты делаешь, по сути, это для себя, но когда профессионалы оценивают то, что ты делаешь, и оценивают это высоко, то это дает силы, и ты как будто изнутри начинаешь светиться, и делать намного-намного больше и лучше. И также я хотела бы поблагодарить вас, своих подписчиков, своих зрителей, за то, что вы смотрите меня, за то, что вы поддерживаете меня, и ваш вклад в эту победу, он неоценим. Спасибо вам огромное, за то, что вы делаете мой канал таким, какой он есть. Последнее событие сентября, которое просто вот завершило, которое просто было вишенкой на торте, это мое день рождения. Мне исполнилось в этом году 23 года, всего лишь 23 года, или уже, блин, 23 года, и мне подарили, конечно же, косметику, бьюти-блогерам дарят часто косметику, и не только спонсоры, также дарят и друзья, подруги, поэтому я вам сейчас быстренько расскажу о том, что мне подарили, будет такой небольшой анонс. Прежде всего, мне подарили мои любимые продукты от марки Dolce & Gabbana. Я обожаю помады Dolce & Gabbana, я обожаю кремовые тени Dolce & Gabbana. В этот раз мне подарили из новой линейки Dolce помаду, матовую помаду, оттенок 233 Dolce & Gabbana. Как-то так это читается, это такая яркая розовая помада, ну, скорее всего, даже это все-таки больше помада на день, розовая, в принципе, она не барбешная, а именно такая спокойная, насыщенная, очень вкусная розовая помада. Она сейчас у меня на губах, мне безумно этот оттенок нравится, ношу его днем. Помады Dolce & Gabbana, они потрясающего качества, они очень мягкие, очень хорошо разносятся по губам, они не сушат губы, при этом они не жирные, а именно такие сатиновые на губах, и они абсолютно не текут, можно использовать без карандаша. Потрясающего качества помады. Также мне подарили просто фантастического оттенка, тени, 113 оттенок у меня, кремовые тени Dolce & Gabbana, это такой бирюзовый оттенок, я пока не тестировала, не смотрела, но я, в принципе, эти тени знаю, они потрясающие, это лучшие тени, они именно такие, как и помада, они очень тонким слоем ложатся, они очень стойкие, они очень тонко, вот как раз за счет того, что они тонко ложатся, при этом они в один слой уже очень насыщенные, потрясающие тени, буду тестировать этот оттенок, честно говоря, я когда увидела, я была в шоке, потому что, ну, бирюзовый оттенок, ну, это достаточно для кремовых теней, в моей космической, такого пока нет. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть похожий оттенок теней, кремовых теней, подводок, как вы используете, в каких макияжах, какие у вас идеи, возможно, разделить, пока вы смотрели мое видео, как можно использовать эти кремовые тени, обязательно буду ждать от вас советов, комментариев по этому поводу. Следующее, что мне подарили в этом году, это просто, конечно же, вожделенные кисточки MAC, они вызывают трепет, просто у большинства YouTube Beauty Diff, у большинства зрителей, у меня MAC 159, это Dua Fibra, если вы видите, то она у меня уже немного использована, я сегодня консилер ей растушевывала. Вообще, это кисточка для растушевки, для нанесения кремовых продуктов, кремовых румян, также для растушевки других кремовых продуктов, для скульптурирования, но вообще по отзывам, по отзывам в основном именно американских блогеров, американских пользователей данной кисти, потому что русских отзывов я практически не встретила, нет у нас в интернете пока, по отзывам именно американок, эта кисть подходит просто для всего, ей можно растушевывать как тональную основу, так и консилер, кремовые продукты для щечек, кремовые скульптурирующие продукты, можно растушевывать все кремовое, все сыпучее, все-все-все можно делать этой кистью, я пока пробовала только растушевывать контурированием, бомбезно получается очень, распределяется продукт очень-очень тонко, тень получается просто вообще фантастическая, также нравится растушевывать консилер под глаза, расскажу в ближайших видео о том, как я применяю эту кисточку, скорее всего расскажу в видео именно целенаправленное о кистях, но пока кисть мне очень понравилась, и очень пришлась ко двору, последний продукт, подарок, покупка на день рождения, это Smashbox, тональная основа Studio Skin Foundation, это тональная основа, наживляющая, не содержащая масло, и как заявляет производитель, она держится 15 часов, здесь 30 миллилитров, стеклянный флакончик, с помпой-дозатором, все в очень таком лаконичном стиле, у меня оттенок 1.15, если кому интересно, он достаточно темный, все-таки для белоснежек там тоже есть оттенки, и что касается данной основы, мне она понравилась тем, что она именно не явно матовая, но при этом она заявлена как стойка, я еще не поняла, нравится она мне или нет, но я думаю, что это как раз таки будет у меня основа для выходов, потому что в ней не содержится SPF, значит она не будет давать блика на фотографии, она не ложится маской, как я уже сказала, она не матовая и не блестящая, то есть что-то такое среднее, мне кажется это идеальный вариант, как раз таки для вечерних макияжей, пока первые впечатления у меня самые-самые положительные, буду тестировать и в ближайших видео, также вам расскажу о своих впечатлениях, об этой тональной основе, советую вам ее или нет, и это все на сегодня, чем я хотела с вами поделиться, если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, обязательно пишите мне в комментариях, какие видео, какого формата вы хотите видеть на моем канале в ближайшее время, честно говоря, я хотела бы попробовать себя в болтологии, в каких-то таких более расслабленных видео, попробовать поговорить не только о косметике с вами, обязательно пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу, все, что вы думаете насчет развития моего канала, также обязательно пишите, что вы думаете по поводу моего нового фона, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok